Дарова всем ребят! Напоминаю, что розыгрыш голды у меня на канале теперь будет проходить на постоянной основе, поэтому вот вам победители с прошлого ролика, а хотите так же как они выиграть по 1000 игрового золота, просто-напросто оставляйте в комментариях любой осмысленный комментарий, соответственно, в конце которого оставляйте свой танковый ник. Ну и не забудьте прожать лайкосик видосику. А мы начинаем, и самое главное, почему-то разработчики запихнули в конец, а я про это напоминаю каждый раз. Так что еще раз, ребят, до 26 августа используйте все пустые слоты реферальной программы. Напоминаю, либо приглашайте игроков, которые давно не играли в танки, и они становятся вашими рекрутами, либо приглашайте игроков, которые создают новые аккаунты, становятся вашими рекрутами, либо сами создаете новые аккаунты и приглашаете их себе в качестве рекрутов. Таким образом, слоты будут забиты, и выполните вы эту реферальную программу, когда будет настроение, хоть через несколько месяцев. Притом разработчики говорят, что если вы успеете сейчас какие-то этапы выполнить, соответственно, ваши рефералы, точнее, успеете какие-то этапы выполнить, то вы пока что еще получите в награду боны за прохождение этих этапов. Но после 26 августа уже ни о каких бонах речи для приглашенных игроков не идет. Смотрите вот на этот скриншот, разработчики решили, что рекрутом боны не нужны, гораздо важнее для них будут, соответственно, резервы, в том числе и на кредиты, а также дни премиум аккаунта и всякие другие фишки для прокачки своего аккаунта. И действительно, то количество бонов, которые давались рекрутом, на мой взгляд, ну, конечно, боны это очень ценная валюта в нашей игре, но ее давали не так много, что, знаете, не разгуляешься. Одни танковые премиум аккаунты и всякие другие награды в виде улучшенной прокачки экипажа, да, учебных вот этих вот пособий, книжечек там, и также бустов на кредиты, это все и новому игроку, и вернувшему все гораздо, мне кажется, важнее. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете, что ценнее боны или дни премиум аккаунта, в том числе и бусты на кредиты. Ну и на всякий случай скажу, вот и покажу этот скриншот, что для командира, по сути, ничего не изменилось, командир как получал раньше боны, так и получает за каждый этап боны сейчас. То есть для командиров вот такая вот награда, она не меняется. Но это только этапное достижение, как вы знаете, самое главное достижение по прохождению реферальной программы, это премиум танки. Так вот, рекруту, то есть человеку, который пришел по реферальной ссылке, будет доступен новый танк, который по прохождению рефералки он сможет получить. Пудель. Это шестой левел СТ-шка. Вот, кстати, все танки, которые может получить рекрут за реферальную программу, у вас на скриншоте. Соответственно, как вы видите, есть танки и седьмого уровня, и на мой взгляд, даже самый хороший танк шестого уровня все равно всегда будет хуже танка седьмого уровня, банально, потому что танк седьмого уровня потенциально больше может нафармить. Но при этом игроки, любители, скажем так, низкоуровневого геймплея, возможно, и оценят и вот эту вот новинку в виде пуделя. Напишите, кстати, в комментариях, что вы по этому поводу думаете, как вам пудель, нравится, нет? Лично мое мнение, что, ну, я бы себе не взял. К слову, пока мы до наград командира не дошли, забыл еще об одном важном изменении сказать, которое позволит вам быстрее проходить реферальную программу. Дело в том, что раньше дополнительные очки можно было получить за такие медали, как медаль Старка, танкист-снайпер, медаль Гора, медаль Редли Уолтерса, медаль Найдина и так далее. Короче, медаль Биота и даже медаль Колобанова давала дополнительные очки, да? Сейчас же за эти медали ничего даваться не будет, их убрали, но зато добавили более простые медальки, типа дуэлянт, непробиваемый, поджигатель, заговоренный. Это даже не эпичные медали. То есть, ну, в теории игроки должны сейчас начать быстрее фармить очки, потому что эти медальки реально гораздо проще брать. Ну и, наконец, давайте поговорим про награду для командира. Сейчас я вам все покажу, а вы уж там для себя выберите, какая вам больше нравится. Я думаю, все уже давно догадались, что новым танком в этом сезоне станет СТА-2. Японский средний танк восьмого уровня. На скриншоте я вам выделил Млешку 49, ну и также показал все остальные танки, которые командир сможет взять в качестве награды. Млешка 49 выделена как самой дорогой в стоимости по голде из этих танков. И этот выбор самый лучший, если вы используете танки за реферальную программу для того, чтобы их сдать по трейдину и как можно больше получить, соответственно, голды за них. Вот, Млешка тут не просто так выделена. Если вы захотите СТА-2 взять, ну, имейте в виду его аппали уже много раз на протяжении там всей его жизни. Но каким-то имбовым или супер популярным этот танк так и не стал. Поэтому брать его или нет, ну, вот бой я вам один из самых лучших на этом танке в этом патче показал. Как по мне, не тянет это на имбу СТА-2. Есть гораздо более интересные предложения в списке танков за реферальную программу. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Если это так, не забывайте прожить лайкосик. И вот, видите, игрок не заметил, что рядом с ним стоит противник. А использовал бы наш модик, я думаю, бы не лопухнулся. Так, ладно, спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, оставляйте танковые ники. Пока-пока.